Добрый день, уважаемые товарищи! Российская Федерация исключительно в гуманных целях выступила с очередной инициативой к официальному Киеву по открытию сегодня 10 гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, в том числе по одному гуманитарному коридору из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову и Румынию. В 2 часа ночи от украинской стороны в наш адрес поступил официальный ответ, в котором предложенные маршруты для эвакуации на территорию Российской Федерации категорически отвергнуты. Согласовано только 3 маршрута. Один на киевском направлении на юг, а также из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье. Но дополнительно предложено еще 3. Из города Энергодар в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из города Изюм в город Лозовая. Кроме того, украинской стороной выдвинуты абсурдные и заведомо невыполнимые требованиями. На одном маршруте провести обязательное разминирование, причем минно-взрывных устройств, установленных националистами, а на другом восстановить автомобильный мост, разрушенный вооруженными силами Украины при отступлении. Нелепость этих требований также в том, что оба маршрута проходят через территории, подконтрольные националистическим батальоном. Это говорит о том, что те, кто в Киеве согласовывает с нами гуманитарные коридоры, в полном объеме не владеют обстановкой на земле. Вместе с тем, учитывая нашу ответственность за гуманитарную составляющую и обеспечение безопасности выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной. Теперь, что касается неоткрытых украинской стороной коридоров в сторону России. На утверждение украинских властей, что желающих выехать по гуманитарным коридорам на территории Российской Федерации нет, мы открыто заявляем, что это ложь и откровенная провокация. Только за истекшие сутки к нашей базе данных добавились еще 48 543 обращения от мирных граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию. Таким образом, в базе данных на сегодня уже 2 589 910 желающих эвакуироваться из 1917 населенных пунктов Украины. На многочисленное обращение посольств иностранных государств к украинским властям с просьбами обеспечить вывод своих граждан на территорию Российской Федерации в Киеве сообщают, что российская сторона якобы не предоставляет таких коридоров. Это тоже наглая ложь. Сегодня ровно в 10 часов в соответствии с достигнутыми договоренностями на 10 гуманитарных коридорах, инициированных Российской Федерацией и трех дополнительных по просьбе украинской стороны вооруженными силами России введены режимы тишины, которые неукоснительно соблюдаются до настоящего времени. Мы внимательно наблюдаем средствами объективного контроля как на земле, так и с воздуха, в том числе беспилотными летательными аппаратами, за действиями украинской стороны. Но ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн на текущий момент не проведено. К открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. Формирование организованных гуманитарных колонн также не зафиксировано. Мирное население и иностранные граждане ни в одном из населенных пунктов не оповещались. С 10 часов утра, наоборот, на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка подразделений вооруженных сил Украины и националистических батальонов, перемещение вооружений и военной техники, а также наращивание сил и средств. Кроме того, с 9 часов 57 минут непрерывный артиллерийский и минометный огонь, в том числе по позициям вооруженных сил России, пригородах Киева, Чернигово, Харьково, Сум, Мариуполя и в ряде других населенных пунктов, а также на гуманитарных коридорах, которые инициированы украинской стороной, практически не прекращаются. На Волноважском, Запорожском и Изюмском направлениях со стороны националистических батальонов вёлся интенсивный огонь с применением миномётов. Аналогичная ситуация была и вчера. В ходе объявленного режима тишины при выводе из сумм иностранных граждан и небольшого количества мирного населения. Мы наблюдали и фиксировали, как грубо, цинично и жёстко украинская сторона нарушает режим прекращения огня, активно перемещая вооружение и военную технику, пополняя запасы боеприпасов и их подвоз на позиции, а также выдвижение резервов. Но исключительно в гуманных целях мы не стали срывать эту гуманитарную операцию, учитывая, что гуманитарная колонна уже сформирована и начала движение. О недопущении провокаций всеми возможными способами украинская сторона непрерывно нами предупреждалась. С трудом, но при соблюдении всех необходимых мер безопасности нам удалось спасти жизни мирного населения и иностранных граждан. К сожалению, сегодня детальная и хорошо продуманная в целом операция по открытию гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, находящихся в условиях гуманитарной катастрофы, ожидаемых результатов по вине киевских властей не принесла. При этом гуманитарная ситуация на всей территории Украины продолжает стремительно ухудшаться. В Мариуполе положение граждан в результате чудовищных действий националистов и городской администрации достигло катастрофических масштабов. В этом же городе на улице Куприна националисты осуществили подрыв линии электропередач и нескольких емкостей с топливом, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят. В Сумах националисты территориальной обороны, якобы взявшие на себя обязательства по обеспечению правопорядка, не препятствуют всплеску мародерства, более того, сформировали преступное сообщество. Здание детской больницы используется подразделением Сумской территориальной обороны в качестве опорного пункта. На автодороге Сумы-Грайворон расположены два блокпоста территориальной обороны. Личный состав на которых находится в гражданской форме, вооружен стрелковым оружием и коктейлями Молотова с задачей воспрепятствовать выходу беженцев. В Харькове националисты под угрозой применения оружия заставляют местных жителей устраивать баррикады из автомобильных шин на каждом перекрестке с целью воспрепятствования выхода мирных жителей к гуманитарным коридорам. К простым украинцам приходит понимание, что для действующего режима они ничего не значат. Жители городов и населенных пунктов утратили и без того сомнительную веру в действующую власть, которая предпочитает не замечать человеческих страданий. Более того, киевский режим санкционировал националистов на применение оружия по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории. От радикалов звучат угрозы физической расправы и с теми, кто пытается получить гуманитарную помощь. Цивилизованный мир, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, а также другие международные организации в сложившейся для Украины катастрофической ситуации не имеют морального права оставаться в стороне. Простые украинцы и иностранные граждане не должны один на один вороться с нацизмом, захлестнувшим киевскую власть. Обращаемся к авторитетной международной организации, к Международному комитету Красного Креста с просьбой принять безотлагательные меры по стимулированию киевских властей к выполнению всего комплекса мероприятий по подготовке к проведению эвакуации и формированию гуманитарных колонн. И самое главное, чтобы проводилось оповещение о местах сбора и открытии гуманитарных коридоров по всем каналам связи, а также с использованием системы централизованного информирования и оповещения населения. Мы очень надеемся на ваш действенный механизм контроля, в том числе на земле, как мэры украинских городов на практике осуществляют подготовку к гуманитарным операциям, так как ложь и обман киевской власти становятся уже невыносимыми. По данному вопросу в Международный комитет Красного Креста мы отправили официальное обращение. Боевики националистических батальонов продолжают применять запрещенные методы ведения боевых действий, а именно посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, убийство, пытки гражданского населения. В настоящее время в заложниках в качестве живого щита радикалы продолжают удерживать более 4,5 миллионов мирных граждан, а также 1197 иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных неонацистами. Вместе с тем, без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик, эвакуированы 5 460 человек, из которых 1125 детей. Всего с начала проведения специальной военной операции уже более 179 тысяч человек, из них 45 436 детей. В государственную границу Российской Федерации пересекли 20 961 автомобиль, в том числе за сутки 867. Вчера в результате проведенной Российской Федерацией гуманитарной операции, также без участия украинской стороны из опасных районов Херсонской области в Новороссийск эвакуированы 247 иностранных граждан, в том числе 166 Турции, 41 Украины, 11 Египта, 8 Италии, 7 Азербайджана, 6 Пакистана, 5 Индии и по одному Швеция, Марокко и Бразилия. Обращаю внимание, что все эвакуированные граждане, в том числе и иностранцы, в полном объеме обеспечены комфортабельными условиями для отдыха, горячим питанием, нуждающимся оказана медицинская помощь. Более 9500 пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в субъектах Российской Федерации. С каждым пребывающим в Россию организована индивидуальная работа. На пунктах пропуска и в местах временного размещения содержится в постоянной готовности достаточное количество автотранспорта для перевозки беженцев. Помещения отдыха оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания, предусмотрено горячее питание, развернуты мобильные медицинские пункты, организована логистика для убытия в регионы России и к избранным местам временного пребывания, а для иностранных граждан предусмотрена их доставка на родину. Развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов. Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи. Продолжается накопление гуманитарной помощи на пунктах сбора, уже накоплено свыше 16 тысяч тонн. Населенные пункты Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках в ходе проведения 171 гуманитарной акции уже доставлено 1367 тонн гуманитарных грузов. В том числе за истекшие сутки проведены 39 акций. Мирному населению освобожденных районов передано 441 тонна предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания. На сегодня спланировано и в настоящее время проводятся 33 гуманитарные акции в Харьковской и Запорожской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передается 95 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.